Центральный банк России все-таки снизил сегодня ключевую ставку, но не на символические 25 базовых пунктов. Это значит, теперь коммерческие банки страны смогут занимать деньги у регулятора не под 10%, как это было в течение последнего полугодия, а под 9,75%. Своё решение регулятор объяснил тем, что инфляция замедляется быстрее прогноза. Уже в этом году власти надеются выйти на целевой уровень в 4%. Кроме того, в Банке России констатировали признаки оживления потребительской активности, что означает, что экономика все-таки от кризиса восстанавливается. Что же теперь? Эксперты говорят, серьезного влияния решения на финансовую систему не окажет. Безусловно, ставки по кредитам и по депозитам, собственно говоря, пойдут за решением ЦБ. То есть, честно, влияние данное решение Центробанка на инфляцию не окажет. При этом рубль и на валютный рынок в том числе. Потому что, я думаю, что уже многие заложили в курс рубля то, что снижение ставки будет более существенным. Следующая встреча в Центробанке состоится уже в апреле. Но сам регулятор анонсирует следующий раунд снижения по вторым-третьим кварталам. По оценкам аналитиков, до конца года ставка могла бы упасть и до 8%.